Это программа «День с толком» Студия Ирина Корчегина Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Еще можно спасти. Жители Сибири требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров. Ущерб на 10 миллионов. Не осталось теперь береза сломано, сосна сломана. Как выглядит Дендрарий Лисовенко спустя год после урагана? Попасть в автобус и не умереть. Я с 7 часов здесь сижу, чтобы ездить на 10-10, сеть с ребенком. А иначе никак. Пенсионеры Бийска не могут уехать на свои дачи. Уже более 80 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири. Она размещена на одном из популярных сайтов по сбору подписей. Причина – пожары, которые уже больше недели пылают в Красноярской и Иркутской тайге. Согласно последним оценкам специалистов, площадь возгорания уже превысила миллион гектаров. Дымный шлейф растянулся на сотни километров. Смогом накрыло многие города Сибири, в том числе Барнаул. При этом региональные власти заявляют, что угрозы жизни и здоровья россиян нет. Тушить тайгу в труднодоступных местах также нет необходимости. С ними не согласны многие общественники. Они и выступили с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. Представляете, что происходит в эпицентре пожаров? Как гибнут звери, наши многострадальные леса? В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод. Теряется урожай дикоросов. Уничтожаются многие виды животных и растений. Впрочем, возможно, Барнаул в ближайшие два дня наконец-то освободится от власти смога. По прогнозам синоптиков, ветер изменит направление на юго-западный и унесет большую часть дыма. Также в регионе ожидаются сильные дожди. Правда, МЧС предупреждает, что из-за сильных гроз на территории края существует опасность возникновения собственных пожаров. Ровно год назад на Барнаул обрушился сильнейший ураган. Он оставил без света более 40 тысяч человек. Повалил тысячи деревьев. Унес жизнь. В эпицентре тогда оказался один рарий исследовательского института имени Лисовенко. Пострадало каждое второе дерево. Ущерб оценили более чем в 10 миллионов рублей. Год спустя наша съемочная группа решила выяснить, как восстанавливается один рарий после стихийного бедствия. Это свежие кадры из дендрарии исследовательского института имени Лисовенко. Несмотря на то, что прошел целый год, работы по устранению последствий урагана все еще ведутся каждый день, когда позволяет погода. 23 июня 2018 года на Барнаул обрушился ураган. Стихийное бедствие сломало или вырвало с корнем каждое второе дерево. На полное восстановление экосистемы потребуется более 10 лет. Ущерб оценивают более чем в 10 миллионов рублей. Пейзаж у нас испортился возле озера за счет того, что не осталось теперь береза сломана, сосна сломана. Здесь весь этот задний план изменился из-за того, что как раз пострадали деревья спиленные. Вот видите, сколько веток это все нужно вывозить. Озеро в основной экскурсионный маршрут по дендрарию пока не входит. В прошлом году удалось открыть для посетителей только главную тропу. Но остается дальний участок дендрария, который еще в течение 2019 и возможно 2020 года придется приводить в порядок. Потому что еще большое количество деревьев находится в аварийном состоянии. Некоторые деревья сломлены, лежат. И на сегодняшний день постоянно идет распилка, удаление сломанных деревьев. Ну и в принципе еще на ближайшую перспективу эта задача будет стоять. Спасти удалось не все деревья. Вот, к примеру, лиственница опадающая. Она потеряла почти всю свою крону и больше не плодоносит. И такие надпиленные деревья можно встретить на каждом шагу. В ней с имени Лисовенко выпилкой сломанных деревьев занимается только два человека. Ну мы где-то процентов так на 30-40 процентов только выпилку провели. А еще продолжается эта работа. И нам, конечно, волонтерская помощь нужна, если бы кто-то приходил со своей пилой. Причем пила это должна быть не по маленькому там диаметру, да, вот крупные деревья, чтобы можно было распиливать. Спиленные деревья волонтеры смогут забрать себе. Говорят, ценности они уже не несут. Также в институте Лисовенко на самовывоз предлагают дрова. Все, что осталось от пострадавших редких деревьев. Если волонтеры не подключатся к уборке дендрария, то устранять последствия урагана прошлого года будут еще несколько лет. Дорида Миллер, Александр Антропов. День с толком. Отец ребенка-инвалида накануне вышел на одиночный пикет к зданию правительства с требованием предоставить семье квартиру. Это уже не первая акция протеста. Попытки обратить на себя внимание властей пока ни к чему не привели. Василий Стойко воспитывает сына с ДЦП, эпилепсией и псевдобульбарным синдромом. Ребенку нужны специальные тренировки, но места в одной для всей семьи комнате недостаточно. А жилье не выдают, так как семью не признают малоимущей. Предыдущий пикет завершился в одном из кабинетов правительства. Тогда, казалось, чиновники начали решать проблему. Тогда я стоял, Людмила Семеновна мне говорит, вам надо, чтобы вы приписались на постоянку, чтобы у вас была типа приписка барнаульская. Ну мы приписались. Она мне сказала, чтобы, ну, как приписывайтесь, тогда будем вам помогать и решать. Она мне говорит, иди, говорит, подавай на малоимущих. А как я на малоимущих подам, если я на ней работаю? Нам-то отказ сразу будет. Напомним, что сейчас малоимущие признают семью, в которой доход каждого члена не превышает 8600 рублей. При этом в эту сумму входит пенсия по инвалидности ребенка. А все имущество семьи не должно стоить больше 70 тысяч. Но власти почему-то учитывали небольшую долю жилплощади, которая была у семьи несколько лет назад. В итоге Василия Стойку и его родных не признают малоимущими. А это по краевому законодательству единственная причина для выдачи квартиры по соцнайму. Сейчас мужчина начал добиваться положенной жилплощади по другому основанию. Он нашел документ, по которому квартиру должны предоставить из-за заболевания ребенка. Тем не менее, этого за два года сделано так и не было. К другой теме. Чтобы осенью мариновать овощи, пенсионерам приходится мариноваться самим. Садоводы Бийска часами стоят в очереди, чтобы уехать на даче. Автобусов в городе не хватает. А когда начнется пора сбора урожая, увезти с дачи собранные фрукты и овощи на транспорте будет и вовсе проблематично. Кристина Мелехова сегодня утром провожала горожан на даче и пыталась попасть в автобус. Ей слово. Я за 7 часов здесь сижу, чтобы ехать на 10-10, сесть с ребенком. А иначе никак. Для того, чтобы сесть в автобус 105 и 107, нужно заранее занять очередь. Поэтому многие садоводы приходят на остановку на час, а то и на три раньше. Такую идею предложили активные пенсионеры. Ведь другого выхода люди просто не видят. Мы очередь занимаемся, чтобы зайти в автобус, а не толкаться, как раньше было. Люди аж падали. Я пришла первая, значит, я первая за мной пришла, вторая. Вот все по очереди мы. Мы не лезем, нам первую дверь открывают. А на следующей остановке, вот детская поликлиника, там уже набиваются люди. Вот не то что, а вот как селедка в бочке. Как утверждают дачники, сейчас закон в автобусах один. Кто успел, тот и сел. Мало того, кроме садоводов, на эти же рейсы садятся подростки, которые едут на карьеры. Поэтому в жаркие дни ситуация особенно критична. Мы недостойны сидя проехать. Всегда стоят полные, полные, полные автобусы. А оттуда вообще невозможно. Человек наработался и возвращается, стоя на ногах. Садоводы уже неоднократно обращались к чиновникам с просьбой решить их проблему и вернуть несколько рейсов, как было раньше. Однако пока что все без изменений. Дополнительные автобусы никто не выделил. Писали наши председатели садоводств, писали, обращались вроде администрацию, транспортный отдел. Но пока вы. По словам бичан, автоперевозчики специально сократили количество рейсов для того, чтобы заработать больше денег. А страдают в итоге люди. А вот водители автобусов заявляют, что дело не в этом. А в том, что не хватает тех, кто бы смог сесть за руль пазика. Водителей не хватает. Водители вообще катастрофа. И причем, я даже не знаю, в основном больные все водители, это уже с инфарктами катаются. А почему вот такая ситуация, как считаете? Ну, ситуация, ну, я не знаю. Ну, наверное, работаем-то поскольку. Где-то с 4 утра встаешь до 12, наверное. А уже совсем скоро сезон сбора урожая. И, по словам бичан, в автобусах станет еще теснее. Поэтому люди уже сейчас морально готовятся подвинуться еще ближе друг к другу. Но все же они надеются, что местные власти их все-таки услышат и что-нибудь предпримут. Порвались зал. В Краевом театре драмы с аншлагом прошел музыкальный спектакль Надежды Бабкиной «Калина Красная» под наименной повести Василия Шукшина. Накануне премьеры актеры рассказали о работе с журналистом. «Калина Красная» – постановка музыкального театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В спектакле играет звездный состав Наталья Егорова, Сергей Никоненко, Андрей Прокудин, Андрей Мерзликин в роли главного героя Егора Прокудина и дочь нашего земляка Мария Шукшина в роли Любой Байкаловой. Перед премьерой спектакля артисты рассказали, почему взялись за такую знаменитую историю. Прямо загорелась. Думаю, сейчас мы ее как-то вот обязательно... Это же настолько народная история. Ну вот про нас, про всех. Набираю Машу, говорю, алло, Машенька, значит, мы хотим поставить «Калину Красную»? Приходи к нам, пожалуйста, ты будешь играть главную роль. Она ха-ха-ха-ха. Подумала, что я подшучиваю. Нет, Маша, именно ты должна это сделать. И надо сказать, я была права, Маша гениально все это делает. Просто, тихо, но с таким посылом, ребята... Подробнее о премьере и почему зрители не могли сдержать эмоции, расскажем в вечернем выпуске. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости и итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске.